вот кстати вернулись на тему стрима поляк чел у меня не пать пальто вот здесь принял пальто альтой нам метки был я понял что он там я не вижу я для виска к погода хорстах кустах кустах вижу его голова заболел давление на шоке ему кровотоками он кротичах вот он вижу там же бегает на меме дал шот ему да 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 много так там же там же сейчас убедом попал по одному слева два крокодила и пальто блять ёбаная пальто ща пересарядка долга подожди хорош один сос крокодила сос крокодил идет пальто давай выйди налево не открывается и пока пусть просто вдвоем меняешься со старого доброго блять пистолета после предыдущей ивентовой погоды которая на мой взгляд была полным провалом я с изрядной долей скептицизма ожидал дождливую погоду но согласно простой но рабочей формуле восприятие равно разности реальности и ожиданий в отношении нее я таки остался в плюсе и готов сказать что дождь на две головы превосходит пожар с аудиальной точки зрения погода выполнена просто безукоризненно во время ливня ненарочно начинаешь кричать чтобы твои союзники тебя услышали хлюпание шагов в дожде сочные а гроза так и просто вызывает неподдельный восторг с визуальной тоже достаточно неплохо для онлайн-игры в которой люди в первую очередь конечно же хотели бы видеть присутствие бога фэппаса ну а с геймплейной точки зрения как и пожар погода может изрядно потрепать нервы основная особенность погоды заключается в том что слабый дождь чередуется с ливнем во время слабого дождя сохраняется неплохая видимость и слышимость во время ливня же не видно и не слышно ничего и основная проблема состоит в том что соотношение ливня к слабому дождю примерно 50 на 50 что на мой взгляд полностью лишает геймплей какого-либо изящества поскольку ливень обретает не тактическую роль открывая возможность для маневра роли режима ничего не слышу ничего не вижу что скорее вызывает у игрока желание переждать этот ливень или пойти и слиться вот такой вот каламбур получается для примера приведу вспышку от молнии во время ночных каток после вспышки игрок точно знает что у него будет две секунды за которые он сможет открыть дверь совершить залезание по лестнице спрыгнуть с получением урона и никто его не услышит и на мой взгляд в основу погоды стоило заложить данный концепт где дождь усиливается каждые две-три минуты на условные 20 секунд а затем стихает такая реализация ливня позволила бы добавить динамики и глубины геймплею и тогда возможно что разработчикам даже не пришлось бы стыдливо выносить дождь в отдельный специальный контракт как бы намекая на то что эта погода не для всех эта погода для тех кто любит сверх медленный геймплей да ребятки чтобы поиграть дождь вам нужно выбирать специальный контракт вот тут вот где помимо дождя есть вероятность выпадения двух типов ночи но в целом ивент получился неплохой трехстволка двуручный пистолет переработка огненных патронов огненные болты а также новые перки гайд по новому оружию по традиции будет не скоро ведь на то чтобы открыть его и все его боеприпасы а затем поиграть с ним придется потратить немало времени но уже сейчас могу сказать что трехстволка это уникальное оружие которое ни на что из имеющегося в игре не похоже имбой не является зато имеет головокружительную вариативность геймплея за счет специальных патронов не поняли чему он не сгорают сперк наверно а вот непонятно он поднял ее или нет простая ныряла что-то слышит а не слышу пощади брат в новом патче также была снижена отдыха у нагана карабина отчего спамить ядовитыми и обычными патронами стало в разы проще а вот скоростные патроны ощущаются но совершенно по-другому и все же каким-то чудом мне удалось сыграть с ним одну из самых лучших и захватывающих игр за последние месяцы если хотите чтобы я сделал из нее соло гайд то дайте знать в комментариях где угодно могут сидеть а ну нет это что этот здесь да веселуха а куда а куда все пули ушли да блядь ты сдохни кто-нибудь нахуй блядь ну все а имбот включил ну на центре прямо предлагаю сваливаться он здесь он здесь внизу там двое двое просто сюда убил одного там еще раз был это фул команда второго убил забежал на блядь что с дверью блядь добрал меня блядь добрал меня ты мертвы кто-то было обидно это другая команда оказалась я думал это последняя это оказалась фул команда ух трехстволочка спасибо тебе донатер ничего не слышно а что здесь блядь потолки просекают стоят идиец там же ходит ок, понял внизу убрал двоих идиец там остался вдалеке в каком вдалеке? вот тут он никуда не уходил, понял? он меткий идиец где-то вот тут где-то вот тут угу нет, по метке чекни он вот в этой стороне а, он взял метку, да? да, да вот он вот тут вот он вот здесь попал по нему у тебя ушел, у тебя минус ты хорош не, бать распотели нахуй я думал я сдохну это не те, которые стреляются не те еще одна пати, еще ближе ага, вижу, вижу метку куда-то убив я даже не слышу по номерам а метку можно? потому что он очень далеко блять, вот он еще один за этой корягой еще ебать, я убегаю один вот тут справа я ушел убил убил второго он не знал, что я на крыше лол, чувак за пушем там они остались не будем? да, да го, пушим вот он, вот здесь же вот здесь же попал прямо попался прикота он хиляться будет он тоже вы только во у Ну это же винтовка, чувак, это же не дробовик. Одной из самых интересных сборок патча будет являться комбинация из поджигающих боеприпасов и спаркс-пистолета, или обычного спаркса. Тут задумка простая. Подпалить противника, и даже после того, как он потушится, он долгое время будет уязвим для того, чтобы сразить его выстрелом в грудь. Поговори, малышка. Спаркс! Еще одним веселым решением будет комбинация из парки и огненного арбалетика. Смысл этой сборки аналогичен предыдущей. Ох, мансюшка! Ебать, а не панч! Что это, блядь? Крыса какая-то. Братан, спасибо, что помог! Но! Блядь. Но! Но вот тебе подарок. Это спарка, бэйби! На моем теле, чел один. Женщина-проседутка. С бархеймом и с дробовиком. Актер у тебя она. Ебать, у актера двое. Ты мужик, блядь. У меня минус один. Да еб, я не успел выстрелить, да? Ебать, чувак, она вытекла быстро. Как же, сука, обидно. Только на нее навелся. Ебать. Прикольно, кстати, из разрывных добивать кровоточку. Благодарю за внимание, а также за поддержку в виде донатов и подписок на Бусти. В планах у меня есть устроить соревнования для моих подписчиков, а также розыгрыш для зрителей, трансляции. Где будет проводиться трансляция, еще не решено. Поэтому подписывайтесь на Трово и на Твич-помоечку на всякий случай тоже. Удачи вам!